В группе риска по употреблению спасев находятся в основном молодые люди. Научить их, как сказать, нет тяжелой зависимости, решили в региональном министерстве молодежи. На базе колледжа экономики юридической академии для первокурсников прошла информационная акция «Свободное дыхание». Как избежать наркозависимости, выяснила наша съемочная группа. Вы ловите этот бумажный шарик и говорите, по какой причине вы никогда не будете употреблять психоактивное вещество. Чтобы проще было понять, какой вред наносят наркотики, профилактическая акция проходит в игровой форме. «Свободное дыхание» – это проект о вреде спайсов. Молодежь первая в группе риска. Для первокурсников колледжа экономики юридической академии этот наркотик из разряда легенд. О вредном воздействии спайсов знают лишь по слухам. В подробности я не выдавался по поводу того, какие именно несут свои последствия. Но знаю то, что человек начинает просто гнить изнутри. И не только то, что в плане здоровья проблема. Рушатся семьи, рушатся отношения с близкими, знакомыми, друзьями. И просто у человека из-за какой-то глупости по молодости пропадает вся жизнь. Интернет буквально заполнен видео, которое демонстрирует воздействие спайсов. Употребив наркотик, человек теряет контроль над собой, и его поведение становится пугающим. Как не попасть в число жертв опасного вещества, рассуждают сами подростки. Говорят, нужно больше знать о том, чем чревато употребление наркотика. Проводить всевозможные лекции, митинги, агитации о том, что это вредно. Может быть, что некоторые из употребляющих не знают последствий, какие могут быть осложнения на здоровье. И поэтому надо проводить чаще. Во время акции специалисты говорят о том, как избежать наркотической зависимости. Они уверены, недостаточно знать о последствиях, нужно организовать досуг молодежи. Тогда у них просто не останется времени на дурные мысли. Мы демонстрируем здесь активные формы работы с молодежью, в которых они могут высказать причины, по которым сегодня подростки употребляют эти курительные смеси, причины, по которым они не будут никогда употреблять. Это свободный разговор с молодежью. На территории области реализуют десятки молодежных проектов. Только не все о них знают. В то же время, говорят организаторы профилактической акции, это именно то, что поможет найти молодежи собственное хобби, а значит, избежать зависимости и сохранить свободное дыхание. Александр Филин, Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.